Что-то разработчики вошли во вкус, и начали выпускать слишком годные снэпшоты. Это лишь моё субъективное мнение, но приглашаю всех на обзор нового снэпшота 24W07A, который по большей мере отсылает нас до обновления 1.21, название пока что мы к сожалению не знаем. Но по названию ролика, Вы уже поняли, что речь пойдет про нового моба, Болотного Скелета. Выгружайте свои лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, а мы погнали! К сожалению в этом снэпшоте помимо нового моба, разработчики ничего особого не добавили, тем не менее, я должен Вам рассказать про всё что знаю. Начнем с того, что Болотный Скелет, это пока что рабочее название. Какой у этого моба будет финальный вариант, мне пока неизвестно. В оригинале его имя Богд, что приводится как Болотный или Заросший. Грубо говоря, его можно даже назвать Болотником. Если вдруг у Вас есть какие-то интересные имена для этого моба, напишите их в комментарии, будет очень интересно почитать. Как бы то ни было, но мне всё же кажется, что Болотник попал в Майнкрафт прямиком из другой игры, а именно Майнкрафт Данженс. Если Вы играли в DLC Пробуждение джунглей, то могли встречать этого агрессивного скелета, он стрелял из лука и выпускал стрелы отравления. Имя этого моба было Замшелый скелет, они были покрыты лианами и мхом по всему телу. Небольшие участки мха можно было найти вокруг головы, а лианы опутывали грудную клетку. Из него также исходило облако яда. Эффект отравления игроку выдавался всего лишь на несколько секунд. Конечно, если взять текстуры двух этих мобов и сопоставить рядом друг с другом, то они будут разительно отличаться, но всё же понятно откуда растут ноги. Не вижу ничего плохого в том, чтобы добавить больше разнообразия и опасности в Майнкрафт. Найти болотника можно в трёх местах по всему верхнему миру Майнкрафта. Первым делом он появляется в обычном биоме болота, и к слову, он очень хорошо вписывается всем своим видом в болотную местность. Затем его также можно встретить в мангровом болоте, и вот здесь будут проблемы. Мангры довольно поросшие деревьями биом, которым очень сложно передвигаться без любых опасностей. Но теперь, зная, что тебя может настигнуть подобный скелет, будет вдвойне сложнее. Последнее место, это Дворец Испытаний. Вот теперь это действительно жуткое местечко, в котором лучше не задерживаться. Разработчики не стали придумывать для этого моба уникальные блоки, и теперь его спаунер легко обнаружить по следующим блокам. Подзол, красные грибы и костные блоки. Раньше под такими блоками спаунились обычные скелеты только с отравленными стрелами. Теперь перейдём до более подробных деталей болотника. Если у обычного скелета 20 единиц жизней, то есть 10 сердечек, то у болотника 16 единиц, что даёт ему всего лишь 8 сердечек жизней. То есть игроку понадобится меньше сил, чтобы уничтожить этого врага. Это ещё не все отличия. Если обычный скелет стреляет в игрока или сущность с интервалом в 2 секунды после выстрела, то болотник немного медлителен в этом плане. Его интервал составляет 3,5 секунды, что как по мне оно уж слишком долго. Даже с учётом отравленных стрел. Да, всё верно. Эти ребята имеют, скажем так, преимущество перед остальными скелетами — отравленные стрелы. Каждый такой скелет будет выстреливать отравленной стрелой и накладывать эффект отравления на игрока или сущность, длительностью в 5 секунд. Таким образом игрок получит от 1,5 до 2,5 сердечек урона. То есть по сути, подобный скелет с таким количеством жизней и интервалом выстрелов не составит опасности. Можно не шибко бояться, когда будете передвигаться по обычному болоту, там есть место для маневрирования. В мангровом болоте будет слегка сложновато из-за как раз ограниченной местности. Но вот во дворце испытаний придётся не сладко. Если игрок зайдёт в комнату с несколькими спаунерами, условно тремя, то Бриз и 5-7 мобов, включая болотников, которые появятся, смогут доставить неприятностей. После уничтожения болотника, игрок сможет заполучить обычные кости и стрелу в количестве от 0 до 2, а также с шансом в 50% одну отравленную стрелу. Каждый уровень добычи увеличивает количество костей и обычных стрел на одну единицу, и с мечом на добычу третьего уровня игрок сможет получить до пяти костей и обычных стрел. Шанс получения лишь одной отравленной стрелы с добычей третьего уровня составляет 93,75%. Болотники так же как и обычные скелеты подвержены всемирному соотношению преобладающей руки, в 89% случаев болотники будут держать лук в правой руке, и всего лишь 11% в левой. К слову, пока что у болотника нет возможности появления с зачарованным луком, разве что при помощи команд, но это касается в принципе любой сущности в Майнкрафте. Текстура как всегда ещё может измениться, её могут доработать или полностью изменить, пока что меня лично всё устраивает. Пишите, что Вам нравится или не нравится в текстуре болотника. Как по мне, особенно прикольно смотрится его череп, с одной стороны из трещины видно коричневый гриб, а с противоположной красный. Одновременно это выглядит и мерзко и прикольно. На его теле можно обнаружить накидку в виде кувшинки, как по мне она очень похожа на ту накидку, которую используют болотные крестьяне. Вот так выглядит яйцо призыва болотника. Что-то среднее между яйцом призыва слизня и яйцом призыва лошади зомби. В прошлом обзоре снайпшота я рассказывал про исправление воронок. Разработчики всё же прислушались к игрокам, но частично. Они вернули возможность сбора предметов и блоков сквозь любой полный твёрдый блок при помощи вагонетки с воронкой. Также пчелиные улья и гнёзда тоже будут подвержены взаимодействию обычной воронки при активации этих блоков. То есть если использовать по ним ножницы, соты попадут в воронку. Конечно же разработчики исправили множество различных багов, среди которых можно выделить несколько. В прошлом обзоре я говорил, что на Бриза почему-то не действуют чары на добычу. Говорил, что это ошибка, так и оказалось. Это была ошибка, теперь если убить Бриза с этими чарами, то мы получаем до 9 единиц зарядов ветра. Пока я это тестировал, то нашёл ещё баг связанный с Бризом. Если смотреть сквозь его потоки ветра, на лёд, то лёд пропадает и можно увидеть, что находится под водой. Эдакий X-Ray, но довольно бесполезный. Следующий очень странный баг, мог также обнаружить каждый игрок, кто в прошлом снэпшоте решил поиграть с зарядами ветра. Они почему-то не могли проходить сквозь не твёрдые блоки, заряды постоянно срабатывали на блоках травы, и это очень сильно бесило. Ещё один уже забавный баг, касался самого Бриза. Каждый игрок, который бросал в него заряды ветра, наносил ими же ему урон. Хотя такого быть не должно. В целом, вот таким выдался этот снэпшот. Что Вы думаете насчёт болотного скелета? Какое бы Вы ему дали имя? Ждём следующих снэпшотов, в надежде на что-то новое. А пока ждёте новые видео, а также финальную часть айсберга, которая выйдет в эту субботу. Можете посмотреть вот эти видео, они тоже очень интересны. Ещё услышимся, ведь мы открываем Майнкрафт по-новому! Слышишь о том. Продолжение следует...